да я тут как раз вот все активизируя хорошо супер то и люди начали уже подключаться да вот хорошо так привет всем да вот алексей тоже screen шаришь и презентацию твой видно good запись включили у нас есть вот я немножко расскажу жени не будет она чуть попозже подключиться вот я хочу рассказать есть планы по приглашать немножко разбавить наших скажем так спикеров и наш experience с людьми с других компаний то есть по подключать как спикеров рассказать что они делают чего они добились чего не добились а тоже чтобы мы понимали что делается не только в нашей компании как-то периодически их втыкать вот и также думаю сделаем какой-то опросник чтобы вы хотели больше увидеть услышать как бы приоритета делать чтобы немножко разнообразить наши комьюнити было интересно вот ну и если у кого-то есть какие-то идеи предложения но как всегда там пожелания угрозы то ну пишите мне игорь офисенко или пишите жене вот хорошо знаете вот хорошо и тогда тебе слово людей собралось много и будем уже их задерживать будут еще подключаться окей хорошо начинаем тогда еще раз всем добрый день меня зовут алексей бороденко вот вот сегодня мы будем говорить про net core и про всякие такие вот коридорные до беседы потому что нам в основном в коридорах да на кухнях там общаются или на конференциях но тоже в коридорах да про какие-то там новые технологии там опытом обменивается что что-то попробовал что-то не получилось и так далее но это один один из поинтов нам которая которым служит эта презентация второй point это недавно проводилась вот дотнет конференция по дотнет да там одна из тем доклада тоже было вот что меня удивило очень много людей там было но она еще там было заявлено что вот есть такое вот приложение которое крутится надо короче и поверх дотнет фреймворка и там вот мы эмигрировали между разными версии и вот она в продакшене целый год вот но когда дошло дело вот до каких-то практических до вещей как это все происходило там эти миграции да какие там челленджи были так далее то фактически как бы я например для себя ничего не нашел поэтому одна из целей ну по крайней мере я ставлю для себя это вот какие-то некоторые практические примеры до которые вот когда вы хотите там или сделать портирование да или как-то посмотреть насколько ваше приложение готово перехода на дотнет корр тоже вот покрыть и сразу отвечаю на вопросы что у меня нету приложений в продакшене которые там год и больше крутится на дотнет корр вот так вот ну тогда поехали сегодняшняя наша агенда значит ну вот первый пункт это вот портирование дотнет фреймворк на дотнет корр второй пункт это будет так сказать новая фича новая фича новые сервисы которые с начала 2016 года появились это спорный пункт пункт специально его назвал development model звучит конечно громко вот но там как бы посмотрим да насколько она новая или давно забытая старая ну и конечно подведем итоги значит о чем же о чем же разговаривают да коридорах на конференциях вот первый вопрос например это запуск дотнет core повер дотнет фреймворка как ни странно сразу можно парировать а зачем да вы сразу теряете как бы вот этот вот расплатформенность вот ну отвечает но мы не хотим как бы спешить да хотим вот последовать второй вопрос который возникает что хочу хочу понять вообще какие стратегии до существует от этого портирования и таким образом чтобы это было принесло меньше боли для моей компании то есть поскольку она ну все мы знаем да это историю с релиз-кандидатами потом rtm и так далее вот ну в общем всех это немного напугал напугало да и вот хотят какие-то вот такие более-менее стабильные стратегии следующий вопрос это невероятно но факт что для некоторых длл чик которые идут над фреймворком microsoft очень даже не спешит выделять это все нигде пакеты вот наверное какие-то и свои причины но чтобы вы понимали просто package json он работает в основном с нигде пакетами там раньше можно было подключать на тебе сейчас только все это через нигде пакета вы поэтому очень важно чтобы нужные вам длл очки до находились нигде пакет и если их нет то то что то есть все это конец то есть или можно какие то есть обходные пути вот потом дальше вот были такие разговоры связаны а что если мое приложение очень сильно завязана на такие системные библиотечки вот как system drawing ну например работа с графикой да и мы вот очень там много api юзается много сказать леви си кода или system service model она в часто связки идет там с иденти тимодал там side fs и так далее или вот и п плюс это тоже один из вопросов был связанный с генерацией отчетов в excel документах то есть это тоже есть такая библиотечка и что делать да вот например когда вы тоже вот завязанным таки это также связано с вопросом с нигетами вот вы сильно завязаны что делать и последнее наверное из вопросов ну как-то это разговоры звучали звучали так вот я сижу под студии да хочу вот как-то перейти над подвес код но хочу чтобы уже как бы идут но от кор попробовать и пока сидит надо фреймарки чтобы было как бы не сильно это явно было да то есть ну как бы приобщиться да вот и вот вы каждый можете там каждый свой кейс добавить до которые вопросы возникали или у вас на проекте до или вот беседах то есть потом можете там тоже рассказать с кем вы столкнулись случае и конечно же вот последовательно будем на все эти вопросы отвечать и и первое первый момент с которого следует начать по моему мнению знакомство с дот-нет-кор это дот-нет порта пили портабилити аналайзер это такая тузовина как видите она идет в нескольких так сказать видах как консольное приложение как экстеншен для студии и как отдельное тоже консольное приложение которое выпускается ну просто форме данный аналайзер ну например мы рассматриваем кейс как как если мы его становим как сеншен студии там в нем достаточно много настроек вот и основная его цель сказать вам насколько ваше приложение готова к портированию на дот-нет пор и дальше мы все это посмотрим да как это будет происходить и какие вот сразу чтобы вы видели когда настройки буду показывать что каких мы и целей хотим достичь первое это хочу любит некоторые там project-менеджеры да любят всякие там графики красивые там прогресс как идет и вот например первый пункт поскольку дот-нет портабилити аналайзер это просто некая как некий как веб-сервис да который предоставляет microsoft который крутится на серверах microsoft и которому отправляется вся информация по вашим длл сразу как бы не пугайтесь мы потом заглянем в исходники вот и проверим что ничего там секьюрного не отправляется но об этом надо знать вот также вот на основе вот анализа который проводится с помощью этого анализатора можно выработать некоторую стратегию миграции это же покажу и также этот инструмент можно использовать как просто вот как playground до для понимания вот новых концептов концепции которые пришлись до дед кором такие как вот стандарт library что такое таргет фирмон моникер pcl да почему от него тоже отказываются что его заменят и так далее и вот на слайде показан что мы будем сейчас делать мы будем искать но это один из вопросов до которые мы будем искать если мы хотим запустить дот-нет пор поверх дот-нет фреймворка некоторый сет пересечения адмида на котором можно безопасно запускать дот-нет пор поверх дот-нет фреймворк и демо поехали значит у нас есть простое приложение почти из жизни но я взял сэмпл с сайта microsoft можно посмотреть это что это приложение делает ну здесь конечно все упрощенно но как а какая его основная цель значит нам пол нужно получить некоторый сам алтолкин да а дфс сервера и как бы про и провести на нем аутентификации соответственно это сам алтолкина распарси да там посмотрите expression какой там у него inspiration дэйд ну и так далее то есть какие-то произвести и как бы провести аутентификацию там во внешней системе ну вот код который да в основном для этого предназначен посмотрим на какие мы вообще зависим библиотечки но newton soft microsoft identity model вот что что-то подключили да что нам надо сделать чтобы провести анализ да насколько готова вот наше такое маленькое приложение квартиру много корр значит мы идем в tools extension и update вот я его уже установил называется так вот как портабилити аналайзер просто чтобы не ждать просто можете набрать портабилити аналайзер вот и вам установится как extension затем мы идем найдем какие же у него опции и вот у него довольно таки очень много настроек первое что вам нужно указать это имя файла куда будет генерирован начет вот поддерживает html excel это я потому что можно просто например эту штуку добавить как один из степов например дженкинс например все айда какой-то и на каждой буквально вот комит или на новый функционал посмотреть отчеты проценты как там бегают что там и так далее и какие таргет платформы у нас что интересует нас интересует например core асп.net core да ну можно посмотреть какие-то версии довольно например 1 1 выберем и вот может если вы хотите поверх какой-то из платформ запускает например 462 последний выберем и dotnet стандарт вот сразу возникает вопрос из-за dotnet стандарт да то есть есть фреймбург к кор вроде понятно что это кроссплатформенный вот а что такое dotnet стандарт вот в общем уже можно с этого начинать гуглить и смотреть почему их так много уже вроде тут недавно только core вышел да тут уже dotnet стандарт уже версия 2.0 то есть что это такое ну я как бы я же говорю теоретически я сейчас не буду все это рассказывать и да поскольку уже много всяких презентаций мы вот сейчас будем смотреть как это все работает и как моно silver light windows фон нас ничего не интересует в общем но достаточно нам пока это для анализа то есть когда вы засетили нужные вам настройки куда вы там собираетесь портировать и и вы хотите поддерживать систему в общем идете в проекте и тут есть такая опция аналайз assembly портабилити вот вот можно ее нажать тут значит что эта штука сделает она пройдет по всем вашим референсам которые здесь есть сразу я покажу по каким именно именно чтобы чтобы ну знаете там некоторые там через чур как бы может быть взволнованно что куда-то там отправляется информация вот это опенсорсный проект на портабилити аналайзер и вот вы можете вы посмотреть файл по которому происходит парсинг ваших референсов а именно system microsoft и моно и они там отправляются на сервера microsoft для анализа да то есть какие api уже готовы к переходу на этот корр и соответственно вот уже сгенерирован отчет он где-то выглядит вот в такой вот форме то есть тип какой метод вот это наша сборка и перечень то что мы наклацали core app стандарт sp.net core как видите вот очень много api сейчас я покажу не поддерживается еще например такие методы как get type парс ну и так далее это в основном на newton soft завязано да то есть видите очень много not supported но мы там покажем как это можно порешать да то есть вот чтобы вы not supported not supported а вот здесь очень классная колонка называется recommended changes о чем она говорит на этой но здесь опять же ничего нового на этом построены те же моникеры что она вам подсказывает например у вас в коде есть код который завязан например на dotnet framework 462 но выход ну вы потихонечку как бы хотите уходить от этого да на core вы что делаете просто и зайти один из моникеров например 462 и пишите просто macros что если вы сейчас крутитесь на dotnet framework 462 то использую пожалуйста вот из фреймворка если нет то как бы используется dotnet core до запускайте на линусе то пожалуйста используйте какое-то свое api которые например вы можете подключить новый функционар например через new get packet то есть вот как бы некоторые анализ можно провести до на основе вот этого цель и что нас интересует еще я хочу посмотреть ну как бы с newton софтом это понятно видите очень много зависим ли мы от system service model которая была в начале до презентации и на самом деле да мы зависим и тут есть очень в принципе много вот system server channel factory давайте просто некоторые выберу что видите not supported not supported not supported то есть и not supported она как длл к издет на фреймворка и дело в том что вы не сможете найти new get packet на спадать систему то есть что делать как как запускать с такой ситуации но по крайней мере вы можете ответить на вопрос что ваш проект вот в текущем виде какому сейчас нет невозможно его портировать на dotnet core то есть ну то есть первый ответ до который вы можете например ответить вашему начальнику можно нельзя нельзя ну можно ли как-то там исхитриться да и например часть перевести этого проекта например в с код она про джейсон и так далее часто говорю про джейсон скоро там зате прикидится в общем не сильно запоминайте вот просто перенес кусок кода в visual studio код вот как он есть и как видите откуда-то взялись те же самые вот ну как бы библиотечки microsoft ньютон софт но мы как бы перед этим с вами видели да что они как бы не поддерживается дело в том что сейчас нам нужно прыгнуть на презентацию и это как бы я немножечко наперед зашел да просто еще раз повторюсь то есть цель показа первого слайда ну как бы первой депки было о том что показать что проанализировав excel-документ вы не можете сделать интеграцию и чтобы не попасть например вот в такую вот ситуацию что вы можете ну например годами ждать до что когда же выйдет new get пакет для систем сервис пола поскольку пакет джейсон только через нигде это работает то есть такая штука как локальные локальный хостинг и get пакетов опять это не ничего не новое но мы сейчас это сделаем ручками как как бы обмануть до обмануть систем сервис модуль до запаковать его в нигде пакет подключить его в пакет джейсон и использовать ваше приложение на связи с кода для этого вам сделать нужно всего лишь два степа просто скормить вашу сборочку не гету чтобы сделать файл спецификации и второй степ вам просто нужно выполнить команду не не гет пак ваша дл очка запакуется вот такой формат не успех и вы можете как бы спокойно использовать через весь код ваше приложение ну и демо это я вам уже показал как это выглядит здесь опция как бы все стандартное вот на что интересует мы подключили ньютон со джейсон мы видели зависимость identity model это dfs но они вместе там идут другую одно другого не зависит вот раньше например можно было подключить голые assembly вот так но там за депреки теле это в общем это в общем нельзя так делать так что если вы часто будете видите примеры в таком виде она уже не работает вам нужно делать нигде пакет значит как это происходит я вот выдрал уже system service model это просто стандартная библиотека которая идет с дотнет фреймворков вот и на нее сейчас натравлю нигет нигет я последнюю нигет просто так вот и мы сейчас то как бы ну выполним да ну я это уже выполнил я как бы опять же говорю не хочу просто переключаться между этими и после того как вы выполните команду сгенерировать спецификация да вот получите вот такой вот файл ваше название меме библиотеки версия на который на таргете это важно когда вы будете делать локально нигет дотнет рестор чтобы именно было совпадала такая версия и ваша system service model которые вы хотите обвернуть выполняете вторую команду нигет пак и получаете вот такой вот файл system service model 403 нигет package дальше у вас ну стоит вопрос как теперь нужно эту штуку скормить вот project джейсон почему она так это как она понимает для этого у вас есть две опции вы можете пойти в студию и просто сконфигурировать как бы глобальный да чите чтобы это было все так удобненько портативненько прописать нигет конфиг давайте я покажу и когда вы будете делать рестор то вот видите local package source то когда вы будете делать локальный рестор то дотнет села и пойдет в эту папочку найдет вам нужный вид пакета подключающий сборку и все все будут счастливы ну давайте выполним так первая команда сейчас я вот тут скопируем дотнет рестор конфиг файл нигет в конфиг это чтобы он делал рестор с локальный а не лес на сервера искать эту сборочку и скармливаем дополнительный флаг вербостить и дабак чтобы посмотреть ну реально мы с локальным делом ресторами давайте посмотрим так вот она за реставрила так что мы видим так это проверка компатибилитис что ньютон софт компати был это все нормально 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 а потом смотрите какой используется конфиг для нюгета используется вот пошел в локальной и соответственно рестор он сделал наше identity модуль то есть мы как бы подменили ньютон который должен был официально паблишер сада который мы должны стягивать с удаленного сервера вот теперь у нас локально то есть дальше развивая данную идею что мы делаем зависимые наши библиотечки все оборачиваем ньютон пакеты складываем например на nexus или какой-то который может хостить ньютон пакета локальная да ну просто уже сервер до чтобы все могли к ним и все вот пожалуйста вы можете уже работать например вес коде на одна из таких опций до создания локальное создание ньютон пакета давайте пойдем дальше мы первый степ выполнили смогли запустить наши приводок сайдать я покажу что она все-таки билдится то есть она таки билдится все нормально и видите мы таргетируем только на dotnet 461 можно ли например первый степ но один из вопросов был а можно ли как-то сделать так чтобы я мог и запускать на свой как бы запускал dotnet core приложения поверх dotnet 461 для этого нам нужно выяснить а если пересечение в api можно ли это сделать сейчас я это покажу у меня тут есть или нет нет я я просто подготовил кусочек конфигра и он он разок нет ура но но чурки в м м м м м м м м земной а все верно делаем restore вот так подключили этом уже подключили кор и смотрим что здесь довольно таки много ошибок связаны с тем чтобы запускать дата корпов фреймворку первое это ругается на ньютон со джейсон но мы это и видели в отчете да что он не поддерживается значит что вы можете сделать какие у вас опции первое поиграться с версиями может быть к моменту пока как бы вы сидели на своем приложении вышел какой-то уже новый моникер до который там как бы вот эти директивы написали и некоторые api уже в новых версий уже поддерживать посмотрим какая то последняя версия например выберем 901 сделаем снова restore так как видите первая например ошибка ушла то есть вот это как бы секция депресси она глобальной и аффектит как все фреймворки которые здесь лежат соответственно ньютон соф совместим и с фреймворком и скоро то есть как бы все мы его не трогаем оставляем здесь как понятно вот эти две библиотечки они специфические да например да для dotnet 461 специфический но отлично давайте тогда мы их перенесем вот сюда вот в депрессис и посмотрим сможем ли мы теперь сделать restore вроде когда давайте я еще сделаю вот так вот то есть вроде заристорилась никаких ошибок нету все нормально то есть предложение должно сбилдится но когда вы запустите build вам скажет что что нужно указать рантайм что вин 7 64 обязательно ну то есть как бы вам вот уже анализатор показывает что вы сильно завязаны на вин 7 да это можно указать но дальше там еще будет интереснее то есть как бы вот вы можете просто как бы играясь с рантаймс с вот этими вот секциями нам нужно 1 7 64 но это нам двигает забегая наперед нам это не поможет так что он не хочет а тут может она массив хочет я уже это как у скотта майерса сейчас пишем код потом объясню почему она не работает смысле не понял вас в книжках скотта майерса просыплась часто пишут коды потом а ну это да один из из таких подходов да вот ну как бы я хочу что я хочу показать что в конечном итоге да как бы в этот не бубен не били с этими зависимости у вас не получится найти пересечения таких же api с dotnet core 1.0 и к сожалению вы не сможете запустить ну это приложение как бы поверх dotnet фрейморка ну с этим нужно как-то смириться да и жить дальше пока или не выйдет официальный пакет или так далее так что давайте двигаться дальше дальше я вот хотел бы что обсудить то есть мы рассмотрели первый это анализ да второе мы рассмотрели это одно из вариантов решения до через локальные new get пакеты вот а если например какие-то другие до альтернативы поскольку ваш new get package да может банально еще только в разработке даже например сами ребята с microsoft рекомендую если вы не смогли на core найти какой-то библиотеку пишите напрямую к автору того или иного пакета чтобы он начал делать миграции но это все это трудно затратно да если какие-то например аналогичные до инфраструктуры в которых уже все это реализовано вот и то есть да наверно такие есть например тот же npm и если сравнить и до количество модулей которые сейчас не дети и в нпм и то ну так приблизительно чисто да то есть нпм это за все это время где-то там 350 тысяч до new get еле-еле там до 80 что-то или до 90 тысяч дотягивает но вопрос как я могу у себя на дотнете использовать то что есть в нпм и которое написано на java скрипте и это вот для сравнения вот например систем дробань да в котором мы говорили начале вот надо корр да есть вы можете найти например не get такой magic дот нет в нпм есть библиотечка другой шарп которая делает то же самое вы завязаны на систем сервис модула идентифи модула у вас вариант переключиться на идентифи сервер 4 если вы не хотите ждать ним где-то или и за использовать npm чеки vs trust client паспорт ну в общем их там там целая куча вот то есть выбирайте какой вам вы завязаны на епп плюс есть порт на корр но он неофициальный то есть вы на свой страх не сможете неофициальным используется или пойти вот в нпм и скачать себе офис ген или там ms excel builder который тоже генерит отчет но все это делается в java скрипте соответственно нам нужно просто нашем dotnet кори инвокнуть каким-то образом java script и и все вроде вы как бы нашли solution да то есть альтернатива с java скриптом вроде не так уж неплоха и таки да с некоторого времени dotnet любит очень сильно но джейс и с 2000 вот с начала 2000 там 16 вроде года там презентация была большая на сейчас забыл я забыл я автора не стив сандерсом не стив сандерсом сейчас секундочку это автор который стадом вылетела из головы я прошу прощения ладно давайте проедем да стив сандерсом не все правильно на стив сандерсом вот это автор к на као джейс разработчик к као джейс фреймворка и вот он первый как бы презентовал вот эти код java script сервисы и что не позволяет как видите первый пункт это инвокать java script код в c-sharp коде потом он написал дополнительные такие сервисы классные как панк джейс филл бархат пола реплэйсмен который в паке езда сервер сайт инклайн-сайд раутинга грешен и что важно последний такой пункт очень интересный непростой это сервер сайт прендеринг спа компонент как бы за все время существования сп.нет а да она не могла как бы похвастаться такими штуками как сервер сайт рендеринг вот теперь .net core может и фреймворк тоже это просто устанавливать отдельный пакет ну и дальше мы как бы поговорим какие-то дополнительные тоже плюшки вот и соответственно давайте посмотрим на чем базируется да как мы можем это инвокать наши java script ну по java script базируется это на нью-гид пакете но сервисов как вы можете догадаться этого для этого нужно установить но джейс вот подключить нью-гид пакет и вы можете выбрать первое если вам нужен ну то есть вы не как бы если вам не обязательно например сервер сайт прендеринг хотите только ход модулы ход модулы плейс то есть вам нужно только спа-сервис и все если хотите тесную интеграцию с англором например там киширование или они вот тоже хотят сделать наподобие реакта вот реакт например нативно поддержит изоморфное изоморфное приложение англор вот пытается туда впилить через prime кэш можете англор сервис попробовать и еще отдельный был react сервисы вот но всю специфику которая связана была с реакта они спрятали в спа и через некоторое через некоторое время этот нью-гид пакет тоже деприкейтед вот и пообещали что если что-то в реакте все-таки новенькое появится мы если надо будем вынесем в отдельный нью-гид пакет ну и демо давайте посмотрим как как это работает значит что нам сперва надо да здесь вот есть какое-то есть приложение да это спа приложение она написана на энглор втором там в парк и dotnet core и давайте сразу оговорюсь оговорюсь она находится вот там ссылка потом все в конце вот здесь вот что нужно установить какие зависимости что нужно запустить чтобы поднять у себя локально кому будет интересного и что она делает вот ну сейчас мы запустим да но нас пока интересует вот первая фича это мы хотели посмотреть ход model replacement как работает нам нужно подключить нпм ход middleware соответственно сам в пак вот для на dotnet core то мы пока ничего не включаем просто хотим посмотреть как работает модула replacement на фронтенде ну может быть не все как бы знакомы с этой фичи да давайте просто продемонстрировали и на всякий случай я запущу сервер так сейчас подождем просто выпак разбил видит наш бандл наш проект сделает нам из него бандал так скоро уже поднялся и вот мы смотрим как это выглядит приложение просто называю но это чтобы не делать там всякие там блоги и так далее уже приялся что-то новенькое приложение ремонт онлайн да можете создать какой-то заказ на починку девайса и вот это список ордера который отображает сейчас задан айдишник статус новых прогрессе время до которого нужно сделать ремонт комментарии и цена и соответственно мы открываем наш наш вес код так смотрим на эту кнопочку без перегрузки всей страницы до произошло только обновление части региона до которой находится эта кнопка не все могут модули поди поддержать ход замену да в общем идея понятна пишите html или там на этап скрипте или на javascript код и у вас автоматически происходит как бы в пак в памяти держит ваш бандал смотрит какие файлы изменились и делает как бы ход замену вашей страничке в принципе frontend уже давно живет с этой фичи это у них такая модель разработки то есть они к этому привыкли ну и соответственно говорят привык frontend давайте мы как бы перетянем и в корт такой же самую фичу что для этого надо сделать первое вам нужно вы по конфиге вы 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 выключите вот этот вот плагинчик который отвечает за ход model replacement это первый степ и второй степ вам нужно включить middleware вашим тут нет корр приложения этот middleware лежит сейчас я покажу где на слайде помните я вам покажу в ангуром сервисов вот здесь он вам не бит пакет нужно будет подключить и в принципе все то есть давайте мы пересоберем наше приложение нужно обязательно выпад поскольку мы конфигурационный файл поменяли и нужно перегрузить наша серверную часть которая поскольку мы понимали стартап файл да нам нужно и перебилдить наш сервачок так смотрим запускаем клиента сервер сервер билдился запущен так значит так сервер запущен так на порте 5000 идем на порт 5000 еще разочек так я вроде правильно выбрал да правильно выбрал а все стартанул так теперь делаем те же самые манипуляции то есть первое мы отключили ход model replacement на клиенте теперь перенесли его на сервер то есть соответственно нам нужно будет как-то сказать о том чтобы как бы перес браузер перерисуйся для этого что надо сделать просто послать каким-то образом в паку чтобы он передернул это ход нового replacement эта штука лежит сейчас я покажу где вот она подключается в будь клиент с и это просто как бы вы приняли как бы не я же раньше говорил не все модули поддерживает вот этот ход replacement этот модуль который поддерживает то мы делаем акцепты если как бы он не поддерживает да то мы просто пропускаем то есть вот нужно вот эту штуку включить подключить сам модуль и сделать middleware и вы будете иметь experience такой же самый как как будто бы вы подключили его на стороне фронта давайте поменяем что-то пошел запрос bundle rebuilding и так далее то есть ну опять же никакой магии просто мы подключили на основе нот сервиса поднимается тоже в пак сервер трекает прогресс html компонентов его так сервер общается с ним вообще как бы сделали приятную плюшку но теперь на сеть на сервере что интересно я попробовал вот эту фичу на visual studio и она у меня очень жутко тормозило особенно когда вы переключаетесь между например type script он и си шарпом или там стиле какие-то вот и такое было ощущение сейчас вроде бы ну незаметно как бы вот эти вот задержки но они реально как как бы сильно аффектили вот разработку то есть я не получаю то не получил того experience а который был у меня на фронте до соответственно как бы что чтобы я предложил почему бы ну как то если на dotnet кори такое же самое я хочу получить этот кори такой же самый опыт как я и получаю на фронт стенде с ход model replacement и на самом деле такой инструмент тоже есть я сейчас его покажу идея в том что как бы чтобы фронт-энд со своим под модула replacement нам крутился отдельно а сервер со своим ход модула плейсмотом типа как крутился отдельно как это сделать фронт-энд мы возвращаем доход модула replacement плагин то есть он будет отдельно а сервер мы выключаем выключить так сейчас мы его остановим и тут например принципе можно было бы задать вопрос сейчас так то это включил здесь это выключено давайте запустим и вопрос запуск так можно было бы задать следующий вопрос что зачем тебе вот эти вот накладные расходы что там сервер крутился отдельно там клиент отдельно да ведь они живут вроде как бы middleware подключаешь и работает также сам еще раз говорю вот только из-за вот этих проблем что она так дико тормозила да вот я хотел посмотреть если может быть какие-то альтернативы но проблемы какие у вас сразу могут возникнуть первое это что нам вам нужно было бы до устанавливать новый middleware потому что ну корс там фронт крутится на одном порту до сервер на другом порту вот и второй момент это ну тоже типа как разная модель но как видите здесь все типа как бы все связано да и серверы это все в одном проекте то есть я не вижу проблем первое в пак предоставляет такую штуку как вот прокси то есть все ваши вы можете крутиться на другом партии порту определяете прокси вот таргетируйте на тот порт где у вас крутится сервер ну еще никаких проблем сейчас мы если продемонстрирую два приложения которые работают на разных портах и никаких проблем с этим не возникает так сейчас я клиент запустил так сервер запустил до 8080 это крутится фронт со своим со своим ход model replacement давайте проверим что она не отвалилась да и и так и у нас есть наш бэк который крутится на своем порте но сейчас мы посмотрим какой же они сделали ход модуль replacement значит вот вы сейчас видите то есть имеется ввиду серверный доход модуль например вот метод get orders до который возвращает метод готова раз показ который возвращает все заказы который у нас есть из базы давайте посмотрим сделаем замену прям в коде то есть ничего меня и возьмем только один и сделаем сейф здесь можно в принципе подглянуть что происходит есть какой-то watcher ну так же как у выпад в в пак сервере тоже какой-то процесс следить за изменения здесь такое какой-то watcher следит за изменения уже все sharp файлах делает как бы на лету компиляцию приложения и все вы как бы уже ready to go тест то есть вам нужно сделать просто refresh странички и вы должны сейчас увидеть ровно один ордер вам так и есть но как видите он как бы как это сказать не совсем трушный в каком плане вот например хочу сделать два ордера и сразу делаю рефреш то есть например если бы мы сидели на в паке он бы как бы ухватил бы ваш запрос и не дал бы его как бы запроцессить и пока бы не у вас бы не был готов бандал да ничего бы не произошло ну а вот здесь вот из-за того что у вас как бы этот watcher стопает сервер и где-то мы видели за того что он стопает сервер какой-то момент у вас может отвалиться и вы такие думаете что ну как бы что произошло то есть как бы не совсем по-честному делает по идее он должен тоже держать connection и пока не соберет core приложение я тогда уже не сделать подмену вот как я говорю как бы вот такая вот альтернатива но она видите тоже работает не так ну хотелось бы вот так же сама как бы работала на фронте для этого вот кто это все делает да вот эту магию что на лету компилирует это еще один проект microsoft.net watcher tools вот если там вы посмотрите там javascript сервисы вот я ну как бы презентовал да вот можно посмотреть там кучу всех плюшек вот и так же самое есть проект который лежит вот это watcher tools там также есть user secrets там кеширование сиквела и так далее вот то есть как бы по моему мнению прикольно вот разделить фронт со своим как бы вот ход modal replacement а на сервере сделать свой ход modal replacement и допислить тузу чтобы она была вот ну чтобы такой же самый experience как бы мы имели так что вот как бы так 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 это работает здесь и наверно последняя плюшка которая хотел показать сейчас я проверю слайды да давайте наверно еще одно демо покажем потом помните ему поднимался там вопрос связанный с каким образом мне инвокнуть javascript вот сейчас чтобы пока в конфиге сидим вам нужно подключить тот же самый нюгит пакет angular services да ничего не менять но вам нужно сделать еще дополнительный мидлова мидлбэр подключить он находится здесь вот как сервисы он звучит как это но от сервисы вам это нужно для того чтобы потом или сделать через конструктор инжекшн или сейчас покажу как это выглядит вот или через просто атрибут но подключить вот она сервисы и передать какой-то javascript давайте расскажу что мы хотим сделать например далеко я ушел например вот у меня есть тоже самое приложение да и я хочу экспортнуть вот эти вот заказы сразу в excel это там помните вопрос по поводу генерации вот мы ищем какие-то альтернативы и подходы да я хочу то есть мне нужно здесь новая кнопочка да вот соответственно и каким-то образом инвокнуть какой-то там npm пакет который реализует экспорт в excel и получить свой документ давайте добавим кнопочку как этого как вообще теперь это выглядит выглядит выглядела разработка вот у меня ход модуль оплесмент стоит я беру добавляю кнопку делаю не собирается вот банка лопта кнопочка уже есть то есть я подключаю нужный сервис экспорту excel функция вообще простая просто открывает новое окно которое понятит в наш order square контроллер то есть вот куда-то вот сюда но сервис мы инвокнули да вы видите и тут передается какой-то javascript ход который что-то здесь делает вызывает другую какую-то функцию excel экспорта дам повод посмотреть как она выглядит значит тут тоже ничего сложного вот то что по один из пакетов которые вам говорил то есть называется я взял офис джен это пакет который позволяет который позволяет генерировать excel документ вот вот то есть подключила его через через require здесь такая простая логика просто беру все колонки которые у меня есть вот и на основе них там инициализирую поле в excel и просто выгружая эти вы и говорю есть генерируй вот этот важный момент сгенерирую у вас вот этот вот последняя точка которая вы используете она должна иметь некие но она имеет некоторые ограничения в данном случае поскольку вы хотите на выходе стрим то вот этот стрим который вы здесь ожидаете он по идее передается отсюда и соответственно но данном накладывает ограничение у вас должно поддерживать дупресса там read в рай вот если вы например захотели бы здесь не стрима какой-то там стринг да или какой-то там структурку простой то вам нужно чтобы она была обязательность реализирует и отсюда передавать уже например не стрима просто но ставил call back и все этого достаточно и второй параметр это orders да это просто наши все заказы которые мы хотим экспортнуть это просто передается как к вторым параметром нашу функцию функцию резалт это стрим а orders это наши тут происходит какая-то магия вот ну как магия этот инвокуется javascript строится отчет возвращается стрим и я возвращаю какой-то результат на то есть давайте посмотрим как это работает сервер запущен клиент запущен кнопочка появилась еще небольшая демонстрация замена на лету убираю смотрю сюда оно должно мне вот отвалиться вот это мне очень печалит что пока сервер не поднимется вот я буду получать вот такие вот штуки вот так и экспорту excel то есть все заказы которые передались они вот здесь вот и мы видим excel q с нашими заказами то есть по есть алида этот javascript нпм пакет и смогли например не завязываться на ip плюс корда на какой-то там стремный порт а вот смогли собственными руками сделать экспортирование так с этим понятно давайте подведем итог так это мы тоже видели давайте подведем итог то что я вам сейчас вот все это продемонстрировал первое так ли это есть что это новая вот модель разработки да которая вот появилась dot.net core всякий там ход модула replacement то что мы видели dotnet tools да например watch как я видел типа ход модуль ротой смотно на сервере интеграция с веб паком то есть получается вроде как хотят чтобы у нас все лежало в одном solution не было раздельно там типа фронт-энт и бэк-энт а как бы оно все вместе работал потом вот третий пункт что мы переходим в терминал да вы видели что этом команды всякие ну например если вы сидите на вижу студии для вас ничего здесь не поменялся как сидели там студии так и сидели но например на что-то и разрабатывать и кроссплатформенная дата вот для вас что-то поменялось то есть терминал теперь нужно с консолькой работать четвертый пункт это сами ноут сервисы то есть там сами ноут сервисы то есть получается если вы там перейдете по всем ссылкам до которые посмотрите там есть есть различные различные модели хостинга этих сервисов то есть вы можете там хостить как два отдельных процесса например там dot corn dotnet xx и но джейс x и можете но джейс внутри процесса хостить там мбр джейс там другой фреймворк который но факт в том что вот очень много вот таких вот сервисов которые вот прям прям очень сильно вот хотят вот чтобы нпм потихонечку знаете перетекали вот в серверную часть и так далее вот и последний конечно пункт что ну я не знаю как microsoft но вот на большинстве презентаций это почему-то гордятся что вот теперь корр поддержат изоморфные приложения что на них можно строить типа вот такие вот классные слова как стресс масс прогрессе фан хэссман что контент ферст переиспользование кода джаваскриптового си шарпа во но я пока не хочу не хотел выносить это вот в слайды да вот что вы знали что вот dotnet core позволяет тоже такие делать крутые плюшки но они довольно таки сложно и вам нужно будет как бы две у кодовые базы до менеджер java script и си шарп то есть там в саморе вернемся то есть насколько это новая модель разработки или старая вот и перед тем как самаре это я это я поспешил для тех кто не уснул да для тех не кто не уснул последняя плюшка мы видели все то есть у нас есть работающее предложение си шарп код там всякие сервисы теперь у нас есть тесты тест проект с тестами очень простой есть common context very context контроллер они здесь инжектуются и что контроллер не ноль очень простой тест но я очень ну другую просто хочу вещь продемонстрировать те кто может уснул вот они сразу там заинтересовались что то что он сейчас будет показывать значит я подключил x-unit вот runner and substitute и здесь это dotnet core то есть кроссплатформенная вот и давайте проверим он вообще работает restore что-то она долго нормально этот нет билд сбил делась и последнее чтобы запустить вам именно тесты вам в студии это просто кнопочка вот как здесь нужно запустить такую команду ну я просто продемонстрирую что это работает и мы сейчас просто запускать будем да вот теста какие-то запустились один тест прошел один файл кум супер работает в чем идея то есть если нас прям как бы прям не то что толкает а вот весь этот java script нпм проникает как бы в корр да вот эти всеми сервисами то идея такая а давайте мы корм будем до корр перетягивать на сторону фронта то есть вроде как бы ну звучит странно но то есть мы же там separation of concern back отдельно фронт отдельно чему это все опять мы как бы калплинг делаем до этих двух частей ну например когда первый раз видишь код на реакте до мешани на javascript html типа что что это такое вот но ничего нормально народ адаптировать и теперь это воспринимает как должное почему например если мы сейчас продемонстрирую будем видеть корр на стороне фронта это тоже будет вызывать какое-то удивление но тоже посмотрит типа ну да как то что-то нарушаем потом ну привычно станет да то есть может быть это и нормально потом станет вот ну идея в чем значит у гитара есть так называемые хуки да то есть это некоторые и менты на которые вы можете подписаться и в зависимости от них сделать у себя какую-то логику ну например вести следующую политику прежде чем делать комит и делу или делать пул в origin хочу чтобы проект сбил дился что он что я ничего не поломай например запустились тесты ну нормально ну нормальная задача нормально тесты я показал то есть вот они ютиле с тесты готовы осталось подключить как-то вклиниться в этот гитхаб вот этот пайплайн да и добавить нашу логику как мы это сделаем вот например наша датнет пор приложение мы уже видели вот например package json опять есть такой вот нпм пакет называется джи хукс нпм пакет то есть это чисто фронтовая штука то есть они используются на фронте package json это фронтовый это не серверная часть вот и мы говорим что перед тем как произойдет комит ивент в гитте хочу сделать следующее зайти в папочку демо 2 а я вам показывал демо 2 ну это тест папочка лежит демо 2 и запустить выполнить команду дотнет тест тест это имя просто получился имя проекта и вы видели это команду тест то есть на при комите хочу сбилдить приложение и запустить свои тесты причем вы видите мы как бы из фронтового пакета джейсона джи хукс дергаем команду дотнет который серверный код давайте посмотрим что 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 с этого вышло гид комит что то тут что то пошло не так сейчас секундочку дали так модифайт что то я тут спать понаделал сейчас секунду так нет не хочет давайте я и это убираю и просто сделаю просто сделаю например ну мне просто нужно как бы сделать да давайте мы это остановим модифицировать просто какой-то файл до чтобы можно было что-то за комит так еще раз но вроде говоришь у тебя есть модифицированные файлы но они не заставить да 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 я не хочу просто сейчас переключаться так значит что происходит а значит пресс произошел билл билл стр а просто не хочу сейчас переключаться а а а сейчас интересует что значит проект корневой скомпилировался демо 2 тесты скомпилировались запустились тесты через то что я дам на это показал запустились тесты тесты прошли и все гид готов как бы к комиту пишите комит ван и все как бы вы закомитили файл то есть как бы заюзали фронтендовский npm да уже в вот в таком как бы в таком вот уже виде вот и как бы давайте подведем тогда итоги а там уже вопросы будут если какие то так то есть summary поговорили про анализатор про портирование с dotnet фреймворка на core про создание локальных нигде пакетов как одно из решений если ваша длл к еще не в нугете про core java script services да которые есть и как можно заюзать например те огромное количество npm к пакетов как альтернатива к еще не сформированным нигде пакетом или те которые еще не портировались на core или вообще просто переходить например на изоморфное приложение и сделать это как уже стандарт стандартном разработке да у вас на проекте поэтому вот опять вопрос новый ли это модель разработки или нет это уже как бы просто как бы вопрос каждый для себя это ответит новое там или не новое ну в общем у меня все спасибо вам за внимание спасибо было очень интересно у меня такой вопрос я не знаю насколько вы это смотрели нет у меня вопрос из практической жизни да вот как бы у меня последние два проекта пошли на венсе то есть запишу код на компакт фреймворк вы знакомы с этим и компакт фреймворк сильно урезанный .net очень большая часть функциональности особенно как это системные операции которые работают системными какими драйверами адаптерами и все это мне приходится писать на чистом c++ а это очень напряженно то есть вы сейчас объяснили нужность кора в интерпретации веб моментов и может быть это полезно если я кое-что напишу на windows core какой-то а потом буду его портовать там была галочка на windows phone а это тот же самый компакт фреймворк портовать туда может это мне может как-то помочь по вашему меньше писать c++ код или нет если вы очень сильно завязаны на драйверы на работу вот какими-то всеми функциями то нет вряд ли никак не поможет да мне кажется что это вряд ли поможет потому что система да тут вы понимаете какой основной еще point в данной презентации что ну как бы ну как мне видится происходит именно смещение в сторону использования npm пакетов то есть использование всего этого джава скрипта там есть вот такой проект тот же самый mbr.js он правда еще как бы не ready to go вот но говорят что у него просто офигенный performance будет то есть вы не будете чувствовать вот эту разницу что у вас например будет например есть рендеринг на сервере то есть вы будете клиент будет такой быстрый респенс получать там на мобильном девайсе или это что ну просто просто невероятно да я понял просто у меня появилась какая-то иллюзия что нет корсом по себе по windows api и по инкапсуляции windows api более может быть богатым чем компакт фреймворк из этого написание аппликейшенов для винс может быть более легким и более менее c++ чем на компакт фреймворке ну надо это я погуглю может и если будете гуглить вы знаете вы не смотрите именно вот кортам и компакт для вас например должно быть приоритетом это все таки dotnet стандарт либре это ну я не рассказывал про нее это смотрите это некоторая спецификация которая это просто интерфейсы и она говорит что вот есть такие вот интерфейсы и будь ты на dotnet core или ты сидишь на dotnet фреймворке или у вас компакт или моно то вы должны соответствовать вот этому типу интерфейсов если вы хотите кроссплатформенность то вы должны не на корс смотреть а именно dotnet standard library на именно на эту спецификацию и какими и уже от этого смотреть какая платформа реализует ту или иную часть этой спецификации я вас понял я посмотрю спасибо да какие у вас еще вопросы да да говорите я слушаю только один хорошо вопросы по поводу именно вот этого микса то есть я так помню что для того чтобы смиксовать бэкс с фронтом с нпм пакетами да нужно именно два сервера то есть она должна быть на одном бэкк обязательно на одном сервере и мы общаемся уже через ссылку на сам сервер то есть на какой-то connect к серверу или мы можем запускать их напрямую просто подключая GGS пакеты какие-то да все верно это я вам показал это ну я это же говорил и просто из одной опции из-за опции что она у меня дико тормозила в студии я вот еще решил показать что все-таки может быть их стоит ну раздельно запускать да ну а так вы можете да все хостить в одном месте в одном месте это смысле под куполом одного приложения например только все чтобы крутилось например нет да чтобы это все крутилось на коре под одним портом чтобы не были там всяких прокси и не гонялось да именно именно так ясно спасибо да какие еще вопросы ну вопросов обычно нет когда не очень интересно было ну почему же видишь вот были вопросы чего ты да да мне кажется просто как бы слишком новая технология мало кто не вообще соприкасался например как бы я только слышал об этом никогда не ну например вот например вопрос вы за ноду вас спросили да ну какой например может быть вопрос слушай а как это вообще например все это дебажить ну это вообще то есть я сижу все шарпи да вот здесь потом хоп перепрыгиваю джейс код как мне вообще это дебажить это вообще ну поддерживать ну это саппортится или нет вот то есть вот все шарпы вот javascript ну вот ну нормально же вопрос да то есть и как 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 разработчик без отношения там это использовал или нет ну вот кто хочет это сделать если ты не использовал то желание у тебя тоже не возникает пока дебажит пока нет ничего написанного ну я тогда отвечу на свой же самый вопрос те же самые но сервисы поддерживают возможность дебага то есть вы можете перескакивать javascript код для этого вам просто нужно запустить поднять вашу ноду с параметрами launch with debugging и порт дебага вот и у вас должен будет установить в npm пакете нодмон ну это стандартно тоже в нод.js идет для для дебага дебага то есть можно можно перескакивать правда как на такую штуку писать писать тесты типа я здесь а потом там ну ладно такое так ну ладно в общем вопросов больше нету да если нету тогда или есть еще какие то вопросы просто ну то есть какие то кейсы вот ну я не знаю вы же с коллегами тоже там вообще может тоже у вас какие то кейсы были хотели поделиться которые там решались так кто-то что-то написал сейчас посмотрим так фид юста и не совсем понятно чего это но ну тогда у меня все спасибо еще раз за то что выслушали спасибо 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 тебе большое за сегодняшнюю презентацию алексей сегодня выложу видео будет флап ребята это была последняя встреча в этом году всем хороших выходных встретимся по моему 25 января уходим на каникулы всем не знаю там наступающего макалайчика нового года рождества и все такое если у кого-то есть предложение по комьюнити или по пейсмейкеру пожалуйста обращайтесь буду рада выслушать ваши предложения всем еще раз с наступающими выходными ой всем пока и